Любой твой враг воспользуется твоей слабостью. Секты, по определению, они не дружественны власти. И чем больше у тебя находится сектантов на твоей территории, тем больше людей у тебя соберется на Майдан. Если говорят, что тебе в начале всей правды не расскажут, тут сразу надо разворачиваться и уходить. Люди, объявившиеся гражданами Третьего Рейха, реально вооружились и отбиваются от правоохранителей, которые пытаются их усовестить. Коль скоро секта и террористическая организация интернациональна, то и бороться не надо интернациональным образом. Например, мне очень нравится идея лишения гражданства не только тех, кто его получил, но и тех, кто исторически там рассил, в случае, если они вступили в террористические организации. Национальным был 20 век, когда ослабление религии в целом наблюдалось. Сейчас это давно прошло и подавляющее большинство людей религиозных. Здравствуйте, друзья! Это программа «Время публичной дипломатии» и я, Игорь Шатров. Наш проект – это место встречи с людьми, прямо или косвенно влияющими на мировую политику. Здесь мы часто обсуждаем явления и процессы, которые также влияют на международную обстановку, на международные отношения. И сегодня именно о таких процессах мы и будем говорить. Нечасто удается познакомиться с автором, скажем так, научного направления. Вот сегодня у меня такая возможность есть, и Романа Силантьева называют автором-создателем деструктологии. Что это такое, я думаю, он нам сегодня расскажет. Вот мой гость, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Здравствуйте, Роман. Да, добрый день, мое почтение. Что такое деструктология? Ну, деструктология – это прикладная наука, разновидность конфликтологии, которая занимается деструктивными идеологиями и деструктивными образованиями. У нас достаточно много наук в этой сфере работают. Ну, например, сектоведение – одна из ближайших наук. Разработали мои коллеги науку терологию, которая занимается террористическими организациями. Она, к практике, показывает, что деструктивные идеологии и появляющиеся на их базе деструктивные образования очень разнообразны по своей сути. Они не ограничиваются экстремистскими террористическими организациями, они не ограничиваются сектами. Там есть даже и неорганизации. Мы их называем образованиями, потому что далеко не все из них имеют структуру именно организации. Вот, например, субкультура Колумбайн, которая уже унесла тысячи людей по всему миру, и в России десятки погибших. Она не является ни сектой, ни организацией. Это просто деструктивная субкультура, которой нет лидера, но в которой есть идеология, которая провоцирует людей на расстрел своих одноклассников и учителей. И у нас в России даже в период карантина это несколько случаев предотвратили. До карантина это было практически еженедельно. Есть, например, суицидальные игры, как «Синие киты». Они тоже не являются сектой, тоже не являются организацией, однако сотни подростков по самым скромным подсчетам по всему миру погибли на этой почве. И вот эти все вещи желательно изучать в комплексе. И мы, создавая эту науку, придумали некий аналог терапевтов в медицине. То есть специалистов очень общей и широкой квалификации, которые могут благодаря именно широким познаниям поставить первичный диагноз и в зависимости от ситуации или более узкому специалисту перепоручить тему, или самостоятельно ей заняться, поскольку терапевты тоже могут многое вылечить. И вот, по сути, мы объединяем компетенции сектоведов, специалистов по подростковым суицидам, специалистов по террористическим организациям. Ну и даже у нас, в общем-то, в рамках деструктологии намечается там новое направление майдановедения. То есть отдельная дисциплина как раз по оранжевым революциям, по их технологиям и противодействию им. И под деструктивными идеологиями мы понимаем такие идеологии, которые наносят урон жизни человека, его здоровью, его материальному благополучию и направлены на разрушение традиционных институтов общества, в первую очередь семьи. То, что, в общем-то, представляет угрозу. Условно, мы делим их на четыре группы. В первом случае это угроза потери времени и денег. В втором случае это угроза потери дополнительно здоровья. В третьем случае это высокая вероятность суицида. В четвертом случае это вероятность террористической деятельности. То есть все вышеизложенное, плюс шанс нанести урон другим. Не только себе. И вот в рамках этой классификации мы их изучаем именно по степени угрозы, разделив. И это позволяет нам, соответственно, максимально широко смотреть на ситуацию. И, скажем так, прогнозировать возникновение новых угроз. Ситуация тут быстро меняется. То, что было актуально даже пять лет назад, зачастую уже сошло в поездки дня. Но на смену пришли другие вызовы. Например, не было у нас проблемы ни синих китов. Не была у нас проблема Колумбайна. Буквально несколько лет назад она появилась. Буквально два года назад у нас появилась проблема новой группы сект. Это свидетели СССР или некрокоммунисты, как мы их называем. Которые уже и массовые беспорядки устраивают. И вышки сотовой связи жгут. И массово создают проблемы судам и правоохранителям. И, в принципе, да, мы прогнозируем, что именно в будущем у нас будут формироваться деструктивные организации на базе каких-то левацких структур. Сейчас такая мода во всем мире наблюдается. Особенно последние события в США это стимулируют. Так что вот в течение последующих нескольких лет в основном оттуда это пойдет. В то время как, например, угроза со стороны исламистов несколько ушла. Хотя сохранилось у нас, несмотря на кризис запрещенного исламского государства, регулярно ловят его боевиков по всей стране и уничтожают. То есть, несмотря на все, мы практически два раза в месяц читаем сообщения об очередной банде игиловцев нейтрализованных. И все это надо, а, знать, б, понимать, какая градация угрозы. Что у нас второстепенную угрозу представляет, что первостепенную. И для какого региона что. Поскольку, например, на Камчатке своя специфика, в Краснодарском крае своя. И то, что есть в Краснодарском крае, на Камчатке может не присутствовать. И вот благодаря этому мы, собственно, занимаемся и повышением квалификации, труды научные соответствующие делаем. Чтобы создать группу специалистов, которые бы во всех регионах присутствовали и могли бы оценивать вот эти угрозы. Роман, ну вот вы сами уже заговорили о международной повестке. Сами привели какие-то примеры. И стало понятно, я думаю, что вы как раз собеседник тот, который и должен в программе «Время публичной дипломатии» говорить о том, как общественным участием можно предотвратить или сложно предотвратить без помощи государства подобные процессы. Поэтому сегодня мы об этом более подробно поговорим в таком международном контексте. Вот смотрите. Во-первых, хочется разобраться в сути в целом этих явлений. Почему разного рода явления, начиная от «Синих китов» и «Колумбайна» и заканчивая исламистскими сектами, я понимаю так, все-таки, на Ближнем Востоке, появляются? О чем это говорит? Вот так, если на первый взгляд, это говорит о неком, на мой взгляд, идеологическом кризисе. Отсутствие каких-то ценностных скреп, которые те или иные общества какое-то время, длительное или относительно длительное, или продолжительное скрепляние. Когда эти объединяющие ценности растворяются в глобальном мире, на их замену приходят вот такие суррогатные ценности под видом общечеловеческих, а потом находятся те или изначально появляются те, кто этими процессами еще управляет, манипулирует. И посредством формирования вот этого запроса на новую идеологию, предлагая эту идеологию, начинают уже управлять процессами внутри других государств. Я правильно понимаю суть происходящего? В целом, да. Но дело в том, что это было всегда. Да, у нас в любой период человеческой истории такие деструкции существовали. Местами и масштабы были гораздо худшие, чем сейчас. Сейчас ситуация непростая, но были периоды и более печальные. Те же фашисты, например, вполне подпадают под это определение, или полпотовцы. То есть порядки погибших при их деятельности сильно превышают последствия от ИГИЛа, и синих китов тем более. То количество людей, которые они уничтожили за небольшой период времени, пока и сравнить-то не с чем. Все мы это видели, но на этом все не закончится. Поскольку всегда есть люди, которые хотят воевать системой, всегда есть вот этот протестный электорат. В любой стране их относительно не очень много, но абсолютно их много. Их хватает для того, чтобы революцию устраивать, и гражданские войны, и восстания, и создавать многомиллионные секты. Это мы наблюдаем и в Китае, и в Саудовской Аравии, и в Бразилии, и в Америке у нас. И было это раньше. Поэтому это как преступность. Она всегда была и всегда будет. Просто она периодами, в разные исторические периоды, разную окраску, разную форму. Ну да, преступность есть и сейчас. Преступность была в лихие 90-е. Ну, скажем так, масштабы несколько разные. Скажем, особо тяжких преступлений стало все-таки поменьше. Можно, так сказать, довольно спокойно гулять по улицам. Ну, опять-таки, это зависит от региона, от конкретного места. Но, тем не менее, стало поспокойнее, хотя преступность никуда не делась. И с сектами то же самое. Вот у нас, слава богу, массовых самоубийств уже 20 лет не отмечается по линии сект. Зато появились террористические секты в полный рост. Вот Исламское государство – это как раз крупнейшая террористическая секта за всю историю. Самая успешная. Которая десятки миллионов людей входили, там, свыше сотни миллионов ей сочувствовали. Ну да, и которая взяла даже терминологию фактически государственную себе на вооружение. И называется Исламское государство. И на территории, где эта секта управляла, будем сказать, умами граждан, создавались институты, похожие на государство. Так, чеканили монету. Эта монета была в хождении, сможем его расплатиться. Собирали налоги, имели свои вооруженные силы. И, в общем-то, имели шансы, вообще, на признание. Если повели себя по-другому. Совершенно буду удивиться, если в какой-то момент с ними бы начали договариваться. Так, в свое время, Саудовская Аравия, из такой совокупности банд сектантских, стала государством. Слава Богу, у нее сейчас перестройка началась, этих товарищей они ликвидируют. Но, тем не менее, раньше было так. Поэтому, надо понимать, как это действительно работает. Секта и сектовидные организации создаются по двум мотивам. Кто-то хочет денег заработать, а кто-то хочет еще и власть получить. И вот наиболее опасные из них, те, которые хотят власти. И вот те, которые хотят получить власть, как раз и будут сегодня в поле нашего внимания. Потому что это как раз напрямую относится к государствам, к государственному устройству, к международным отношениям. То есть, есть структуры, организации, сетевые сообщества, которые сейчас готовы перехватить власть у официальных институтов, существующих в ряде государств мира. Они, во-первых, и готовы. И, во-вторых, секты, по определению, они не дружественны власти. И чем больше у тебя находится сектантов на твоей территории, тем больше людей у тебя соберется на Майдан. Вот пример чужой Украины прекрасно показывает, какой состав был тех, кто там протестал. В первом случае, там протестанты заправляли. Во-втором случае, пошли ваххабиты, неоязычники, разного рода раскольники православного типа. Ну, смотрите, вот это был горючий материал этих протестов. Все-таки власть перехватили, скажем так, или захватили, но люди более-менее системные. А вот есть ли такие примеры, или есть ли такая угроза, где возможность захвата несистемными людьми власти так же близка, как некоторое время назад, была на территории, контролируемой исландским государством? Ну, можно по-то вспомнить бедную Камбоджу, где реально сектанты-леваки пришли к власти и уничтожили значительную часть населения, вот только потому, что люди очки, например, носили или там жили в городах. Или просто там умели читать. Ну, да, действительно, мы стали это забывать, а ведь это же, ну, просто безумие в это поверить. Да, несколько миллионов погибших, да, в общем, взаменная часть населения страны, вот, пожалуйста, так сказать, силами других коммунистов пришлось с ними расправиться, но это же было. В общем, известно, как это произошло. Да, эти люди могут захватить власть. Это происходит нечасто, но, с другой стороны, если ты окажешься там в Панампене или в Ракке в этот момент, тебе мало не покажется. И эта статистика для тебя уже не будет так важна, потому что до сих пор сохраняются территории, которые контролируют террористы, и в Афганистане, и в Пакистане, и Бока-Харам у нас, пожалуйста, в Нигерии, в ряде других стран, есть довольно крупные территории, где вот власть этих людей, где иной власти просто нет. Но террористы ведь, наверное, не всегда это синоним секты. Да, террористы бывают нерелигиозного характера, но сейчас подавляющее большинство террористов религиозных. Но смотрите, и секты ведь, из нашего разговора я уже понял, секты не всегда имеют религиозное содержание. Совершенно верно. У нас есть целая группа нерелигиозных сект. Я желающим могу напомнить советский еще фильм 90-го года Бакенбарда Юрия Мамина, где повествуется о захвате фактической власти в городе силами клуба поклонников Пушкина. Типичнейшей нерелигиозной секты, однако со всеми признаками секта религиозных. И, скажем так, попавшим под ее власть, в общем, уже разницы большой не будет. А тогда, наверное, вот это определение секты, наверное, есть смысл сформулировать. Что это такое? Это от латинского есть два варианта. Или от глагола откалываться, или от глагола следовать. Но изначально сектами в Риме называли политические фракции. То есть, например, коммуниста России – это типичная секта КПРФ с точки зрения изначальной терминологии. Если считать, что КПРФ – это религиозная идеология. Вот КПРФ – это основная конфессия, от нее отделились там секты. Секты Кургиняна, секта коммуниста России и еще десятки других сект. Вот это изначальное понятие. Но потом сектами, соответственно, стали называть все, что отделилось от основного. Ну, от слова «сектор», «секатор» – они однокоренные. То есть, из целого какая-то часть пошла. И благодаря этому, собственно, секты в основном противопоставляют себе большинству. В них всегда меньшинство. В них всегда есть некое тайное знание, которое делает их элитарным меньшинством. И всегда они, в общем-то, презирают, а то и открыто ненавидят всех, которые туда не входят. Вызов XXI века, мне кажется, вот вы сейчас тонко его обозначили. Если был определенный период исторический, да, многие века, секта – это было нечто, укрывающееся в подполье, находящееся действительно на обочине, маргинальное, да, скрываемое часто, да, от других убеждений эти не всегда явно проявлялись, да, то сейчас меньшинства разного рода. И даже вот такие идеологические меньшинства, они, наоборот, о себе громко заявляют, потому что у нас время всеобщей свободы, и заявление о себе, как обладателе уникального знания, является, ну, обычным, обыденным, что ли. Ну, вы знаете, секты не всегда имеют зловещий характер, и в некоторых странах под сектами понимаются вполне уважаемые религиозные группы, как на Шиланке направления буддизма. Они именно секты. И в ряде других стран там синтоизм и сект состоит синтоистский. Там ничего зловещего не замышляют, но просто это часть некогда единой религии, которая вот раскололась на десятки, сотни направлений, которые, естественно, секты. Из них там не выделяется какая-то крупнейшая, основная. Ну, был один буддизм, стало 15 школ. Каждая из них, по факту, секта. Под это тоже подходит. Поэтому секта, в принципе, как мне кажется, термин все-таки нейтральный. Вот термин не нейтральный – это тоталитарная секта или деструктивный культ. И вот как раз деструктология, в отличие от сектоведения, не изучает мирный сект. Они не входят в ее объект исследования. Она изучает именно сектой, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому там минонитов, баптистов, значительную часть протестантов, тех же буддистов в Сашиланке – это наука не трогает. А вот секты, в том числе и нерелигиозные, да, плюс у нас есть секты, которые имеют смешанный характер. У нас секта такой пионовой, имеется запрещенной в Российской Федерации, которые занимались там оккультизмом, целительством. Ну, потом она решила у нас пойти в политику, депутаты баллотировались, потом президента России. Ну, как гробовой, кстати, вот тоже секта такого. Человек, который там, по-моему, воскрешал, мертвых. Который воскрешал мертвых, за это отсидел за мошенничество. Ну, у нас и в президент рвался, выпустил указ об отмене смерти на территории Российской Федерации и так далее и тому подобное. То есть, это, в принципе, мошеннические структуры, которые занимались вот этим уже целительством, но они пошли в политику. Вот вы говорите о каких-то вещах, которые, ну, за гранью здравого смысла, мне кажется, диагноз тут в другом месте ставят. Не социологи, политологи должны ставить диагноз этим, а психиатры, нет? Вы знаете, они в целом нормальные. Просто, да, хватает людей психически ненормальных. Но сейчас у нас границы расширились, нормы психиатрии у нас не как в советский период. Вот, поэтому людей в пограничном состоянии принудительно не лечат. То есть, ты с топором ни за кем не бегаешь, что, в общем, вероятность принудительного лечения невелика. Как правило, с топором они не бегают, а вещи говорят, да, удивительно. У нас эти вещи, с другой стороны, по телевизору можно услышать, упокойного задорного прочитать. Есть целые блоки вот этой конспирологии. Собственно, конспирология, она всегда у нас присутствовала. Особенно сейчас она развелась. То есть, в общем, лженаука о заговорах и лженаука о науках. То есть, у нас есть лженаука, сабриология, это в медицине, а в том, что алкоголь придуман жидами для уничтожения русских. Есть там теория о плоской земле, это лженаука в географии, в лингвистике, в истории и во многих других направлениях. Но в основном у нас пострадали историки и медики от лженаука. Потому что, если от плоской земли еще никто не свалился насмерть, то, например, отказ верить в СПИД или миф, что рак лечится пищевой содой, в общем-то, реально вызывают тысячи смертей. Но те же антипрививочники, это и по большому счету сект? Это тоже, нет, это не секта, это движение, которое тоже входит в нашу зону ответственности. Но помимо антипрививочников есть ВИЧ-диссиденты или гениалисты. Вот у них уже смертность стопроцентная. Отрицание СПИДа. Есть, например, изуверские диеты, когда люди отказываются от еды. Утверждают, что могут питаться солнцем и детей своих не кормят, соответственно. Вот на этой почве тоже мы имеем людей, которые безнадежно убили свое здоровье или погибли. Есть желающие, опять-таки, полечить все болезни таком ядреным раствором поваренной соли, от которого, так сказать, можно помереть просто от этой клеи. Уж простите, клизь. — Или я тоже немножко заражен какой-то конспирологией, но мне кажется, что в ряде названных примеров все-таки просматривается какое-то влияние внешних сил, которые каким-то образом через создание подобных организаций, о чем я вам некоторое время назад говорил, пытаются манипулировать внутренними процессами. — Да, это, ну как это бывает? Это бывает в некоторых случаях сознательным действием, в некотором случае это какое-то совпадение. Ну вот я приведу пример. Мы сейчас написали книгу о так называемых свидетелях СССР или некрокоммунистах. У нас появились десятки тысяч граждан, которые считаются гражданами СССР, многие из них правительством советским. — Не оговорились, десятки тысяч. — Десятки тысяч. На этом основании не отказываются платить за коммуналку, отказываются возвращать кредиты, с номерами советскими ездят, покупают и сами продают советские паспорта, номерные знаки, профсоюзные билеты. У них там есть суды, КГБ, НКВД, ну и в десятки сек, ну более 60 на счетах. Ну вот, казалось бы, ностальгия по СССР чисто наше явление. Вроде бы очевидно, что это появилось у нас в уникальной направлении. — Да, точно ВСДП вроде бы не просматривается. — ВСДП не просматривается, но неожиданно обнаружилось, что все это появилось в Западной Германии. И там люди тосковали кто по Третьему Рейху, кто по Второму, а кто по Пруссии. Движение Рейхсбюргеров. И там, в отличие от нас, уже немало трупов на этой почве, поскольку у нас пока самоубийство. А у них люди, объявившиеся гражданами Третьего Рейха, реально вооружились и отбиваются от правоохранителей, которые пытаются их усовестить. Уже есть погибшие на этой почве, есть там люстрации правоохранителей. Их там тоже десятки тысяч. Тоже продают они свои документы. Тоже считают, что Германия управляется из США, как и Россия. Что современная Германия, как и Россия, это оккупационное государство, даже не государство, а некое ЗАО американское. И параллельно появилось движение живых людей или суверенов. Если эти считаются гражданами СССР, то суверены себя вообще не считают физлицами. Поподробнее. Ну вот, казалось бы, да. Человек это кто, в их понимании? В их понимании человек является человеком до 7 лет. А после 7 лет он должен писать специальное уведомление мировой закулисье о том, что он живой. И на этом основании ему серьезные выплаты полагаются. Но мировая закулисья это скрывает. Поэтому большинство людей так живут в статусе мертвых. То есть, до 7 лет ты живой, потом ты мертвый, и с тобой никто не считается. Вот они этот страшный заговор раскрыли. Пишут письма обычной Елизавете II, Генсио Куанне и римскому папе. На этом основании требуют денег. И они не клиенты психиатрических лиц? В основном нет. Потому что в Америке они создали мощнейшие движения суверенов. Они же коренные жители. Целая серия терактов на их. Терактов. Вот крупный теракт в Калахом и Сити, например, с ними связывают. Но и без этого хватало и перестрелок, и нападений. Постоянно они заваливают бумагами суды и приставы. Даже придумали понятие бумажный терроризм. Когда такие люди просто блокируют работу судов, устраивая представления и заваливая тоннами запросов. Но недовольство не может возникать при отсутствии почвы какой-то для этого. То есть в любом случае существует почва, на которой такого рода секты плодятся. И они просто приобретают такую оригинальную, нестандартную форму. Но большому счету это протест. Да, это протест или желание простить халявы. То есть если тебе рассказали страшную тайну, что ты имеешь право на 500 тонн золота только потому, что ты тут родился. И больше можешь ничего не делать. Только нам заплати профсоюзный внос, купи у нас паспорт. И вот когда мы придем к власти, ты получишь 560 тонн золота, как в секте бога императора Тараскина. Кстати, запрещенный в Российской Федерации. Год назад ее признали экстремисткой. Какие-то ужасы вы рассказываете. Я, к счастью, не слышал даже этих фамилий. Интересно, а как тогда вот эти люди, да, свое влияние распространяют, если, ну, мы с вами, вы специально этим занимаетесь. Я, вроде, человек, работающий в информационном поле, да, и, наверное, должен был иметь побольше информации об этом. Но для меня это все вот откровение. Вы просто набор таких фамилий и таких сект вы сейчас предложили, которые мне неизвестны. А кто же о них знает? Может, они не настолько опасны? Это вот какая-то такая локальная группа узкая. Они там где-то на обочине копошатся, ну и пускай... Ну, вы знаете, от них есть конкретно пострадавшие коммунальщики, которые десятки тысяч в прямом смысле от Камчатки до Санкт-Петербурга получают проблемы. Их в судах вынуждены значительную часть времени проводить. Это судьи, это приставы и гаишники, которых постоянно троллят тем, что предъявите документ, а ищи гаишник, что вы живой человек. Вот у меня есть документ, что я живой человек. А у вас такого документа нет, поэтому вы трупы и надо меня останавливать. Некоторые приходят в состояние изумления и реально отпускают. Они могут по иноизбирательной участке прийти, они любят ходить к чиновникам с мандатами главы НКВД, например, по этому городу. Были случаи захвата зданий, были попытки захвата госучреждений. А свободно от этого безумия время они чем занимаются? Это же работают где-то, наверное. Это в основном пенсионеры, предпенсионеры, те, кто получил проблемы с кредитами. Есть у них благочестивый миф, что можно взять кредит Сбербанке по российскому паспорту, потом купить советский, и можно кредит не возвращать. Извините, вы нашли все-таки какое-то материальное объяснение вот этого безумия. Или, например, как и в секте Демкина, вот ты покупаешь у нас за 2000 профсоюзный билет 200 рублей взносов, а на этом основании мы договорились с Путиным, что ты можешь не платить ни за что. Правда, пусть сам это не знает. Ну, они опубликовали в газете запрос к Путину, Путин не отреагировал, и молчание Путина было расценено как знак согласия. Смотрите, ну это какой-то хаос в умах, я понимаю так. И хаос в умах, он порождает те самые революции, о которых вы говорили, и любые другие беспорядки. Революции действительно без внутренних оснований не возникают, но и без внешней помощи тоже вряд ли. Вот, нахожу элементы того, что в политологии принято называть soft power, мягкая сила. То есть, это действительно воздействие на систему другого государства, и по большому счету, либо ее некая корректировка, реформирование, либо разрушение этой системы со стороны третьей силы, другого внешнего игрока. Вот, не находите ли вы таких же аналогий? Аналогии, безусловно, есть. Любой твой враг воспользуется твоей слабостью. Единственное, я вот в чем сомневаюсь, что это создается специально. Гораздо проще и эффективнее использовать то, что есть. Не заражать тебя новой болезнью, а усугубить ту болезнь, которой ты уже болеешь. Вот, например, китайцы в свое время решили популяризировать народную гимнастику цигун дыхательную. Известно, да, известно. Ничего плохого в ней нет. Есть, грубо говоря, зарубежная йога, подозрительно, а есть у нас своя собственная китайская культура. Давайте, для улучшения здоровья, будем заниматься физкультуркой, и как-то будет все полегче. Казалось бы, что могло пойти не так. Что? Но, тем не менее, появился один деятель Лихунджи, который на базе этого цигуна сделал, в общем, данную крупнейшую за всю мировую историю секту Фан Лунгу, которая заявляла, что их чуть ли не 100 миллионов, но десятки миллионов нереально насчитывались. И вот, когда китайцы поняли, к чему все идет дело, начали бороться, но упустили немного момент, и секта полностью сформировалась. Начались там массовые самоубийства, беспорядки, нападения на ученых, которые с ней полемизировали. Кончилось это с запретом секты, но она никуда не делась. Ее активисты и лидеры выехали за рубеж, и оттуда активно Китаю вредят. В чем их вредоносное явление, влияние, точнее, и на чем они базируют свои какие-то убеждения, чем это отличается от гимнастики цигуна? Ну, вот у них оккультизм, есть великий лидер Ли Хуньжи, который сверхчеловек, он придумал новую суперрелигию, наука это все бред, верьте только мне. Мы сделаем из вас сверхлюдей. Проклятые коммунисты Китая нам мешают, значит, они нам враги. Я уже сейчас говорил, да, только что, об отсутствии такой идеологической какой-то основы, скреп. Но вообще, почему в 21 веке, в веке таком рациональном, да, достаточно, люди обращаются к таким рациональным вещам, да, создают новые религии, либо разрушают действующие конфессии, раздробляют их, чем это вызвано? Мы просто путаем 20 и 21 век. Рациональным был 20 век, когда ослабление религии в целом наблюдалось. Сейчас это давно прошло и подавляющее большинство людей религиозно. То есть, ислам получил мощный импульс, которого у него не было в 20 веке. Распались крупнейшие атеистические страны, в первую очередь СССР. Даже в Северной Корее религия активно возрождается. То есть, у нас практически не осталось уже атеистических анклавов. Но параллельно ведь атеисты свои секты во множестве создали. У нас, собственно, атеистические секты фигурируют. Вот у нас, например, отечественные атеисты придумали сектовидную организацию, которая принципиально не берет 200-рублевый купюр. В чем причина? А на них виды Крыма, которые, как известно, не наши с их точки зрения. Вот, пожалуйста, отказ от кассов. Чистая политическая секта какая-то. Да, многие американские атеисты на долларах закрашивают ингат, витраст, периодически требуют убрать эту оскорбительную для них надпись. Долларами, правда, расплачиваются, но неохотно. Ну да. А кто-то вовешивает флаг конфедерации, кто-то против. И по большому счету это тоже такой вот, имеет стихновидную, как вы выразили себе... Нет, у нас реально есть свои гуру атеистов. Они между собой часто воюют. Они самые удивительные выдвигают требования. Ну вот такая есть организация общественная в Америке, церковь эвтаназии. Они вообще, как атеисты, считают, что надо сокращать народ население. И поэтому у них четыре составляющих успеха. Это аборты, суицид, гомосексуализм и камебализм. И вот они это активно продвигают. И в данное время находятся последователи, таким гуру внимают и готовы реализовывать их установки. Да, но при этом мы часто наблюдаем, что человек, например, может являться хорошим биологом и именно ученым. А вот в сфере, например, экономическо-юридической, это уже типичная конспирологическая лженаука. Мы это постоянно наблюдаем у таких вот атеистов-биологизаторов. То есть, они как биологи более-менее состоялись, но как только заходит речь о иных материях, тут же начинается лженаука. То есть, у нас реально, мы вводим понятие лженауки юриспруденции, когда люди, которые не понимают, как вообще лженаука устроена, самостоятельно толкует и Конституцию, и все законы. Ну, то есть, скажем так, если не специалист будет им как биологам рассказывать про биологию, он будет сразу посрамлен как дилетант. Но сами они, как биологи, прекрасно разбираются и в законах, и, главное, в экономике. У нас каждый первый знает, как управлять государством, как поднять экономику и как создавать и соблюдать законы. Но был период, когда знали, как играть в футбол и предсказывать погоду, кстати. Нет, у нас и все биржевые аналитики, и нефтяные, в зависимости от ситуации, все специалисты сейчас у нас по вирусам стали. Может быть, это кризис информационного века, когда доступ, иллюзия такого свободного доступа к информации, заменяющие знания, на самом деле, глубокие. Информация для кого-то, для необразованного человека часто это такая форма знания, а по большому счету это только поверхность. Да это, в принципе, и раньше было. Там можно было написать книгу с миллионным тиражом. У нее была такая же, даже большая аудитория, чем у какого-нибудь блогера, и с теми же самыми последствиями. В этой книге был бы написан всякий бред, он бы так разошелся, что его уже выкорчевать невозможно. Тогда полезно сейчас спорить с тем, что Страус голову в песок не прячет. Кто-то об этом когда-то написал, и уже, наверное, лет 150 в это свято верят почти все. Но это не мешает развитию цивилизации, не тормозит. Нет, вот это не тормозит. Но когда это достигает определенных масштабов, это начинает создавать проблемы уже. А просто если вы это все анализируете, наверное, с этим уже как-то и бороться необходимо, если это уже начинает создавать проблемы. Ну, знаете, с этим борются. Вот я почему китайцев в Фаунгу исполнил. У нас только на днях признали 9 организаций, которые с Фаунгунем связаны нежелательными иностранными агентами американского и британского происхождения. Но это не страшно, это, по крайней мере, не запрет на деятельность. Это первый шаг запрету. У нас уже признали несколько книжек этой секты экстремистскими. Саму секту в ближайшее время, поверьте мне, будут запрещать. Это что позволяет? Это позволяет, допустим, улучшить отношения с Китаем. Для него это самая опасная секта. Они постоянно этот вопрос ставят. Потому что их много, они сидят на Западе и постоянно обвиняют в том, что коммунисты Китая, их бедных членов, на органы перерабатывают. У них даже есть целое движение среди запрещенных как раз по изъятию органов через китайцев. Китайцев это, естественно, раздражает, это портит их имидж, и они довольно серьезные силы тратят на борьбу с этой сектой. Ну, с другой стороны, одна секта, та же, исламское государство, возникла, соответственно, в Ираке, в Сирии. А проблемы от нее получили все. От Австралии до нас, соответственно. И возникает вопрос, что надо как-то совместно с ними бороться, поскольку одни организации, локализованные в каком-то одном месте, вот как секта, например, у нас бывшего Схейгумена Романова, она пока по миру не распространилась и не распространится. То есть, это пока локальная проблема во многом даже Урала. А вот там крупные террористические организации исламистские, они интернациональны и действуют, и теракты устраивают по одному и тому же принципу. Например, теракты ИГИЛа – это малые группы с подручными средствами, машины подавить. То есть, это мы наблюдаем и в США, и в Германии, и в Швеции, и у нас. У нас постоянно вот они такие покушения устраивают. Это, конечно, очень полезно с точки зрения укрепления межгосударственного сотрудничества, делиться информацией, совместно разрабатывать методики. Коль скоро секта и террористическая организация интернациональна, то и бороться с ней надо, интернациональным образом. Я почему задаю этот вопрос? Потому что бороться-то бороться на уровне спецслужб. А вот та же информация, вот эта лишняя информация, лишняя в кавычках, дополнительная информация, не привлекает ли наоборот специального внимания людей неосведомленных к деятельности подобного рода организаций? А и не начнут ли новые люди появляться в ряду? Да вы знаете, это достигло таких масштабов, что пропаганда против алкоголя и никотина, она не привлекает новых людей, вреда алкоголиков и курящих, а наоборот. Все желающие вступить в статистические организации, знают, как это сделать. Конференция, книжка, лекция, вряд ли их спровоцировать на это. Но тут еще вопрос оптимизации законодательства. Вот у нас, например, сейчас внесли поправки в закон о свободе совести и предложили людям, духовным лидерам, обучавшимся за рубежом, пройти аккредитацию определенную, обучение в России. Но это же не мы первые сделали, это первые сделали, например, Азербайджан, который с этой проблемой очень остро столкнулся. То есть мы некоторые интересные идеи можем заимствовать у других. Ну, например, мне очень нравится идея лишения гражданства не только тех, кто его получил, но тех, кто исторически там рассил, в случае, если они вступили в террористические организации. Но у нас пока вот даже с учетом поправок в Конституцию сделать это проблематично. Я надеюсь, что когда-нибудь, когда будут очередные поправки, это процесс неизбежный, Конституцию надо регулярно корректировать, это будет прописано. Как, например, в Казахстане это делают. Ступил в ИГИЛ, выехал в Сирию, обратно уже не надо. – Смотрите, Роман, но тем не менее, вы сказали, что религия вновь на повестке в 21 веке. Почему эта вера сверхъестественная, ну, назовем это так, высшую силу вновь, в общем-то, обуяла людей, да, и почему они не могут отказаться от, ну, что ли, от такого, от такой философии? А нету никакой замены религии. Атеизм сам по себе не заменяет религию, поскольку это просто отрицание или Бога в одних случаях, или всей религии. Но если ты отрицаешь религию, возникает вопрос, а как вот, на чем базироваться? И тогда вместо христианства, ислама возникает, например, коммунистическая идеология, которая по факту тоже оказывается религиозным. Которая тоже дробление на секты испытывает, которая тоже есть непогрешимые писания, непогрешимые лидеры. И, в принципе, в Советском Союзе было очень много признаков именно религии коммунистической. То есть, вроде бы, Маркс, Энгельс и Ленин не были обложествлены, но попытка покритиковать их в чем-то жестко пресекалась. Все, что они написали, было истинно и в последней инстанции. В любое исследование можно было вставить цитату там или Энгельса, или Маркса, и все. То, что они в чем-то ошибались, то, что в чем-то устарели их концепции, этот вопрос даже не ставился. При этом мы видели и другие попытки, что пока Тайч Сталин был при власти, тоже его никто не оспаривал. А потом все резко поменялось. Но, по большому счету, Соединенные Штаты также предлагают свою идеологию, как общемировую. И мы же видим, что они на основании несоответствия их взглядам, они вводят санкции, призывают отказаться от своих взглядов. Тот же Китай, например. Ну, причем это сейчас совсем уже печально и приобрело масштабы. Да, вот такая вот левацкая уже по факту система. Потому, что самые страшные, в принципе, секты, это которые хотят всех осчастливить. Как правило, принудительно. Но это же все-таки, наверное, ширма. На самом-то деле они на этом хотят заработать. Вы знаете, нет. Самые опасные товарищи, которые реально в это верят. Те, которые хотят заработать, не меньшую грозу представляют. Их логика понятна, с ними можно договориться. Но вот взять те, кто в Синерике. Вот японская террористическая организация, которая в двух странах особо развелась. Япония и Россия. Мы помогали японцам с ней бороться. Мы их запретили за несколько недель до теракта в метро. Но в чем вот ее особенность? Ее лидер Сёка Сахара немало денег заработал. У нее было 30 тысяч адептов. Это средняя величина. Но это много. Которые имущество ему, соответственно, передавали. Ему хватило этих средств, чтобы купить у нас два вертолета. Там лабораторию по производству газа Зари наружие. В общем, завербовали у нас даже пару докторов наук из Бауманки. И вот, казалось бы, живи себе и радуйся. Есть у тебя масса денег. Есть у тебя десятки тысяч рабов. Но человек захотел устроить конец света. Сначала хотели сибирской язвой травить. У них не получилось. Не продали им нормальных штаммов. Потом к Зарину присмотрелись. И с двух вертолетов хотели этот Зарин на центре Токио распылить. На 4 миллиона газа у них было припасено погибших. Частью для японцев потренировались в подземке. Вот к вопросу. Люди не хотели денег. Они хотели власти над всем миром. И вот к чему это приводит даже в случае секты среднего развития. Ну, власть над всем миром – это большие просто деньги. Они не хотели не денег, они хотели больших денег. Смотрите, Роман, ни о чем. Вы напомнили об Аумсинрикё? А давайте тоже напомним, может быть, не все тоже это знают. Аумсинрикё в России появилось когда? В 90-е годы, когда у нас мы отказались от той самой коммунистической идеологии, когда мы были без руля и без витрил. Что творилось в эти годы на той же Украине? Какое количество новых сект возникло? Сколько новых богов на земле ходило по этой украинской земле? Вы понимаете, все это, говоришь, раньше начало. Советская идеология примерно уже при Хрущеве стремительно начала умирать. И умерла уже и при Андропове. То есть массовые секты стали появляться в 80-х. Но, тем не менее, все-таки вот именно смерть этой основополагающей идеологии или ее предсмертные судороги, они создали почву для возникновения новых идей. Да, ну, скажем так, институции, которые за этим следили, тут даже дело не в крахе идеологии, а в ликвидации КГБ и прочих этих. Просто люди перестали бояться. А так в советский период, собственно, и Кашпировский, и Чумак, и все эти массовые исследования экстрасенсов, и оккультизм, там, фантастики, и передача очевидная и невероятная, желающие могут песню Русоцкого вспомнить про Бермудский треугольник. Когда реально, в общем, пошла пропаганда оккультизма с телевидением. Когда у нас массово НЛО интересовались, там, барабашками, всякими аномальными зонами, обратите внимание, куда это все исчезло. Как-то оно все рассосалось. Не экстрасенсов больше нет, не Бермудского треугольника. Может быть, все может быть так и с террористами. Они тоже рассосутся. С террористами будет не так, поскольку это невымышленные явления, реально существующие. Вот, в отличие от Бермудского треугольника. Но, все-таки, если возвращаться к этой идеологической составляющей, то есть, наличие какой-то здравомыслящей идеи, религиозного ли ее содержания, может быть, светского содержания, то есть, какой-то политико-экономической системы, может быть, оно и является препятствием для возникновения вот таких деструктивных явлений? Да, безусловно, да. Внятная идеология, не опять-таки не построенная на каких-то сектантских идеях, понятная людям, она, конечно, очень серьезно блокирует их распространение. Все одно дело, когда у тебя там полтора процента населения в секты вовлечены, другое дело, когда у тебя 50% населения. А то у тебя страна целиком состоит из совокупности сект. Ну, как, в общем-то, в Америке значительная часть населения в сектах того или иного вида присутствует. Конечно, из них большинство не деструктивные, но, тем не менее, там, тысячи разновидностей баптистов в каждом штате, там, десятки, естественно, это сект. Зачастую просто размером с одну общину. Вот и такое бывает. А бывает, что и иная ситуация складывается. Просто вот возможно ли в таком случае международное сотрудничество? Почему этот вопрос возник? Вот сейчас тема коронавируса, да, ведь на это породит еще и, по-моему, появление тоже новых сект. Тех, кто, ковид-диссидентов каких-то и так далее. Сейчас закончу вопрос, Роман. Понимаете, мы увидели, что, например, великие державы даже не могут в целом договориться, ну, например, о создании там единой вакцины, да. То есть борьба с мировым злом не заставляет, не способствует объединению. Можно ли с сектами и с такими явлениями бороться сообща? Знаете, случаев таких достаточно много. Да и, собственно, и с фашистами же у нас, кто сообща боролся? Коммунисты и империалисты. То есть Советский Союз участвовал в империалистической войне на стороне одних империалистов против других. Потому что эта зараза должна была быть уничтожена. Это понимали, что в монархической Англии, что в демократической Америке, что, соответственно, в коммунистическом Советском Союзе. Не должно было фашистов остаться. Было восстание боксеров, конечно, другой почвы у нас в Китае в 900 году. И тоже сверхдержавы, все объединились и с ними воевали. Потому что, действительно, кластировались те люди, которые хотели убить, скажем, всех не китайцев, и всех вообще людей, у которых там что-нибудь бы нашли европейское. С ИГИЛом все-таки худо-бедно удалось силы объединить. Все-таки перестали в какой-то момент с ними договариваться, стали беспощадно их уничтожать. Конечно, с большими оговорками, но все-таки ИГИЛовцы потеряли былое влияние и в значительной степени уничтожено. Сейчас, в принципе, угроза на повестке дня тоже очень серьезная. Скажем так, те люди, которые считают, что должна быть постоянная революция. Такие вот, как троцкисты в свое время, которые считали, что постоянно надо раздувать пожар. Но мне кажется, троцкисты имели в виду мировую революцию все-таки как законченный какой-то процесс, а не постоянный пожар. Ну, как выяснилось, некоторые считали, что она должна быть постоянной, поскольку люди такого типа, почему, кстати, троцкистов массово уничтожали при Сталине, они не могли встроиться в систему. То есть, люди, привыкшие постоянно воевать и кого-то убивать, просто не могли нормально работать в новой системе. Сейчас такие люди есть. Мы называем это сатанизмом хаусидского типа. То есть, люди, которые... Хаусидского слова хаоса. Да, слова хаоса. Которым нужен постоянный хаос. Которым любая стабильная система, вне зависимости от ее типа, является вызовом. Они будут воевать против Кинчанына, коммуниста, будут воевать против Путина, будут воевать против короля Саудовской ралли и против Трампа. Только на том основании, что там есть власти государства. Для них идеальная ситуация постоянной движухи, постоянного развала, постоянного хаоса. Но это не анархизм. Ведь даже вот если классический анархизм вспомнить, Бакунина, все-таки свобода твоя заканчивается там, где начинает свобода другого человека. Никто не позволяет, не предполагает вмешательства на твою территорию. Никто уже Бакунина не читал и не помнит. У нас люди, как шутят, изучают Маркса по книжке «Незнайка на луне». Совершенно, кстати, без преувеличения. Был у нас вот такой философ Гейдар Джумаль, покойный. Вот вся его философия сводилась к тому, что он проникался симпатии к тем силам, которые наибольшую угрозу России представили. То есть сначала он очень любил иранцев с их исламской революцией, надеялся, что она пойдет дальше потом чеченских боевиков, а закончил ИГИЛу. То есть он и его последователи считали, что должна постоянная быть революцией. Причем не суть важна, шиитская, ваххабитская, левацкая, она должна быть. И вот это новый вид. И никакие там личные свободы никого не волнуют. Если ты не разделяешь их мнение, они к тебе придут и объяснят, что ты неправ. Так сказать, зачастую с фашистами проще договориться, чем с этими людьми. То есть вот это вот как раз не системный такой протест против системы. Да, люди просто с протестными настроениями. Поэтому, когда спрашивают, а что у нас вот в ИГИЛ едут студентки, два доцента у нас в ИГИЛе поучаствовали. Вот это люди, которые просто хотят. Вот Варвара Караунова классика жанра. То есть девушка с фашистскими взглядами просто хотела движухи. Она сама нашла двух ИГИЛовцев, сама навязывала им свои услуги и сама хотела теракты в Казани устраивать. За что, собственно, ее и посадили, а вовсе не за несчастную любовь. То есть девушку, у которой был и в МГУ возможность учиться, и денег хватало, просто хотела убивать. Потому что иной жизни для себя не видел. Такие адреналиновые наркоманы, которые хотят всех осчастливить. Ну, кстати, да, насчет адреналина вы верно сказали. Ведь это проявляется у кого-то, не знаю, в гонках на улице, у кого-то в скалолазании, а у кого-то в убийствах. И вы знаете, они очень быстро понимают, что ничего интереснее убийств нету. Никакое скалолазание, а что самое интересное для человека, это убивать и рисковать жизнью. Что максимальный адреналин выделяется именно при этом. Поэтому те, кто воевал, даже зачастую на правильной стороне, они потом идут в частные военные компании и к мирной жизни вернуться не могут. Хотя такая возможность имеется. Узнаю сам несколько людей, которые, в принципе, из бизнеса, имея деньги, поехали на Донбасс воевать. И после этого все, вся их жизнь теперь связана с военной. Сейчас появились эти частные военные компании, они идут туда. Но это положительный, скажем так, случай. Гражды хуже, когда люди идут к террористам, так сказать, почувствовав вкус и вот здесь я вижу подобного рода даже не организации, наверное, а явления, ну, вот вроде Колумбайна, который родился в Соединенных Штатах, но информационные технологии донесли его и до России, не только до России. Я вижу их как некий вирус, который можно действительно используя инструментарий мягкой силы, но просто внедрить государство и разрушить его изнутри. Ну да, Колумбайну всего 21 год. И до этого, конечно, в школах всякое происходило. Но в чем проблема Колумбайна? Они из-за хаотичных, скажем так, расстрелов, которые по разным причинам происходили, сделали модную субкультуру, в котором объяснили всем обиженным или тем, которые кажется, что они убивают, как системе за это отомстить и четко прописали все правила. Вот этот Росляков, который стоял в Керчете, правилам в целом следовало. Ну смотрите, получается все-таки не хаос, а система. Ну как, в этой системе нет лидера единого. Эта система денег, в общем-то, на этом не зарабатывает. Это типичная хаотическая система, им главное все равно где-то произойдет. Те не говорят, что вот ты в России убивай детей, а Америку там не трожь. Нет. Они по всему миру отметились. У нас и в Швеции трупы на этой почве есть, причем не обязательно там и с мечами, и с топорами, и просто школы поджигают люди, рвутся. Ну сейчас это у нас вот такая пошла волна. Может она спадет через год, может она еще 10 лет тут продержится, это сложно сказать. Те же, например, синие киты, они в значительной степени сейчас перепрофилировались и спали. Но тем не менее, я не думаю, что это какая-то спецслужба придумала этот Колумба. Но в спецслужбе очень просто хочется таким воспользоваться в любом случае. Понимаете, умная спецслужба таким пользоваться будет минимально. Это как, вы знаете, с боевыми вирусами. Еще неизвестно, кто от него больше пострадает. Ты его против одного задумал, а вдали он в итоге по тебе. Вот ты придумал Колумбайн, а против кого ты его придумал? По логике это мы против американцев придумали, потому как они самые пострадавшие. У нас есть такая шутка, конечно, можно всегда смотреть, кому выгодно, но в этом случае главный подозреваемый после любой катастрофы войны или эпидемии будет кто? Фирма ритуальных услуг. Они всегда на этом заработают. Ну да, представить, что они развязали войну, конечно, очень сложно. Горобщики, да, за ноги могут стоять, к ним надо присмотреться. Тут вопрос ведь в чем заключается? Ну вот если такой вирус, да, опасный, обоюдоострый и работающий против его создателей, какая же должна быть вакцина тогда, кроме вот этой идеологии? Ведь мы же с вами, я понимаю, так не за единую для всех универсальную идеологию. Мы понимаем, что они различные? Ну просто надо максимально объяснять людям. У нас вот задача есть тактология и объяснить то, что делать не надо. Мы не навязываем какую-то идеологию, но мы призываем соблюдать законы, просто людям советуем, как не совать пальцы в розетку и что делать не нужно. Не нужно там играть в лотерею, не нужно вкладываться в финансовые пирамиды, не нужно ходить там к тренерам странным личностного роста, не нужно ходить к магам и лечить у них там псыря с магическими способами. Это кончится для вас так-то, так-то и так-то. Но вас там не записываем к муфтию Татарстана вместо магов. Мы просто говорим, что к магам ходить не надо, что в туристические организации вступать не надо. Вы сами умрете и других убьете. То есть, вы создаете черный список? Ну да. Это знаете, вот как борьба, например, с алкоголизмом, с наркоманией. Она не всегда предполагает альтернативу. Потому что человеку можно и без альтернативы объяснить, что от наркотиков он умрет. Или медленнее, или быстрее. Но конец будет в общем одинаковый. При этом еще и преступления параллельно кит совершит. Людям просто касательно международного сотрудничества надо в какой-то момент понять, что есть вещи, которые не надо использовать для борьбы друг против друга. И вот как раз секты в общем-то могут быть равнены к бактериологическому и химическому оружию, которое все-таки не используют. Ну то есть бомеранг этот вернется. Но вот химическое оружие, почему его не использовали в Вторую мировую войну? Хотя все опасали. Хотя у всех оно было. Потому что прикинули, что в общем-то последствия они будут больше, чем плюс. Опыт Первой мировой показал, что в общем-то при грубо говоря еще неизвестно, кто больше пострадает, если ветер подует не в ту сторону. И в общем-то решили как-то негласно от этого отказаться. Хотя да, вроде бы все страны имели оружие массового поражения. Да, вроде бы бактериологическое оружие, которое массово понаделали, тоже официально не использовалось. Была у нас, конечно, одна секта, которая его использовала, там секта Рожниша, которые сальмонеллой заразили население целого города. Но это случай скорее казусный. Там вроде бы никто не умер. И случай, в общем-то, вряд ли связанный с какими-то там играми спецслужб. Но тем не менее, надо объяснить, что и сектами то же самое. Ты что-нибудь создашь против врага. Вот у нас те же саудиты длительное время поддерживали разные ваххабитские секты. Потом на базе этих сект появились террористы, их же стали атаковать. Тут же выяснилось, что в Саудовской Аравии не тот ислам, и американцам они подчиняются. Вот им пришлось даже такого ярого адепта террористов на фарш перемолоть в Стамбуле к вопросу, что у них там происходит. То есть вы хотите сказать, Роман, даже какую-то надежду, что ли, сейчас практически вселили в душе, по крайней мере, в мою, что выводы из ошибок 20 века, ну, про химическое оружие уже говорили, про создание террористических группировок, например, в Афганистане, которые в итоге пришли в Соединенные Штаты или в ту же Саудовскую Аравию, выводы эти уже сделаны. Ну, понимаете, у нас разные есть товарищи, да, многие понимают, что если ты там боевые вирусы разрабатываешь, в какой-то момент у тебя может реально произойти утечка, кто-то форточку не закроет или технику безопасности нарушит. Это намек на тронавирус? Ну, я не исключаю, что кто-то экспериментировал и доэкспериментировался. И, в общем-то, как оно было, я не уверен, скажут нам или нет, но если так оно было, то, надеюсь, выводы сделают, это все прекратят. Поскольку, как мы видим, он не разбирает ни правых, ни левых и выкашивает все национальности и всех слоев людей. Но, ну, что у нас, собственно, были же опыты, когда, так сказать, наркотики на людях испытывали, были идеи, там, а давайте ЛСД распылим над противником. Те же фашисты активно наркотические средства применяли, они просто в пайки входили, вот этот панцершоколад. Было такое, ну, кончилось это, понятно, ничем, но людей пострадало в процессе испытаний немало. Вот, и желательно, чтобы такого не повторялось, конечно. Конечно, очень хочется применить вот эту мягкую силу против противника, но ты будь готов, что она к тебе вернется. Потому что это создало какую-то леватскую секту и вот, так сказать, радовался пока на Украине памятники сносит. Ты не удивляешься, если у тебя эти люди придут к тебе, у тебя будут памятники потом сносить. Да, это, кстати, Соединенные Штаты сейчас заметили. Причем, вряд ли даже это были те самые люди, а точнее, это точно были не те самые люди, просто люди видели по телевизору, как это делают другие в другом месте. Ну, то есть, вот эти все Майданы, которые американцы активно поддерживали, по ним же ударили, причем гораздо сильнее. Вот, зря у нас шутили, что в Америке не может быть Майдана, поскольку там нет американского посольства. Оказывается, американское посольство для этого не требуется, можно и без него справиться. Да, это, конечно, удивительная история. Еще несколько месяцев назад вот эту часть нашего разговора посчитали бы фантазиями нашими, да, а все это происходит просто на глазах. Ну, наверное, тогда, в завершение нашего общения, я бы попросил все-таки какие-то маркеры прописать, да, обозначить, которыми деструктивные, опять же, явления, не обязательно секты, не обязательно религиозные, да, и не обязательно имеющие форму организации, об этом вы говорили в самом начале, да, а явления, субкультуры, как отличить конструктивные сообщества людей от деструктивных? Ну, вы знаете, тут по каждому случаю надо говорить отдельно, но есть все-таки маркер. Во-первых, понятие эзотеризма, то есть если говорят, что тебе в начале всей правды не расскажут, тут сразу надо разворачиваться и уходить. Все эзотерические организации должны представлять опасность, ну, не опасность, должны настораживать. Вот, возвращаясь к сексу Сен-Арикю, они себя позиционировали как абсолютные пацифисты, где даже паразитов нельзя убивать и косить траву. Но это они рассказывали новичкам, а высшее руководство было в курсе, что плюс-минус несколько миллионов, в общем, ничего страшного не даст. Наличие страшной тайны, которая тебя выделяет. Вот мы раскрыли страшную тайну о прошлом, настоящем или будущем, вот мы ей поделимся, ты попадешь в элиту. Чтобы стать элитой, надо очень серьезно работать. Нет у нас какой-то секретной книжки для хирургов, которую ты прочитаешь и станешь великим хирургом. Чтобы стать великим хирургом, надо десятилетия работать и учиться. Великие спортсмены тоже не посредством прочитывания книг. И вот если тебе рассказывают, как заработать миллион, там миллиард, как соблазнять женщин, это все вот из этой же сферы. Это вот просто мошенники. Всю магию смело туда можно относить, потому что в лучшем случае, если ты хочешь там бузову приворажить, это потери денег или порчу на Путина навести. Но если ты хочешь полечить смертельные болезни, у магов ты умрешь или болезни эти запустишь. Тут вариантов иных нет. Ну и в принципе, конечно, можно было бы посоветовать критическое мышление, но в случае конспирологии мы видим, как переизбыто критическое мышление приводит опять-таки к секту. То есть критическое мышление в том плане отрицание любого чужого опыта, любых чужих знаний, это уже тоже, в общем-то, угроза для того, кто так думает. Власти скрывают, ученые скрывают, они к кому не верят, но поверят, значит, в какой-то там книжке. Это тоже ведет туда же. Поэтому, я говорю, атеистам расслабляться не надо. Масса атеистических сект у нас наблюдается в общем-то совершенно такого тоталитарного в том числе характера. Ну просто придерживаться, скажем так, проверенных веками организации идеологии и религии. Но тем не менее, тем не менее, я все-таки не готов сейчас завершить еще одно уточнение. Возникают новые темы, возникают новые явления в обществе. Вокруг них формируется группа по интересам. Ну не знаю, там геймеры какие-нибудь. Это же явление конца 20-го, начала 21-го века. Есть угроза превращения в какую-нибудь деструктивную секту. Как не допустить превращения подобного рода социальных групп в деструктивные? Ну, на это ответить, что геймеры были всегда тут по-разному называли. Что если человек там ночью сидит за квейком, то раньше люди ночью могли за домино, просидеть или за шахматы, или тем более за карты. Это все-таки не новое явление. Все они геймеры. Только игры стали другими. Но с другой стороны, игры постоянно эволюционируют. Но в принципе в этом ничего нового нет. Если человек просто играет, это одно. Если же он в этом мире живет и себя с ним ассоциирует, или вступает в организацию, которая за деньги предлагает ему туда переселиться, а есть и такие организации, это уже наши клиенты. Да, у нас, пожалуйста, несколько фантастических религий, придуманных в игровых, в том числе вселенных, стали реальностью. А вы не знаете ли вы о том, проводятся ли подобные исследования в других странах? И не думаете ли вы о том, как свои вот эти научные выводы, исследования распространить и поделиться с тем самым мировым сообществом, которое все-таки должно объединиться в борьбе против деструктивных явлений? Конечно, проводятся и в Америке, и в Западной Европе, особенно в Австрии, в Дании, в Германии есть много интересных наработок, но сейчас, я думаю, у них будут проблемы, поскольку сам факт того, что ты эти темы исследуешь, уже для тебя опасен. Тебя могут обвинить в превзятость, в неуважении, там, свободы и т.д. Свободы и меньшинство, в первую очередь, ведь все-таки секты, это меньшинство изначально, пока они не пришли к власти. Да, тут шаг вправо, шаг влево, вот, поэтому, как бы, и Россия не стала бы сейчас вообще главным центром, в котором это будут разрабатывать, потому что мы этого пока не боимся и можем честно говорить об этом. А где-то за это уже запрет на профессию водится. Это была программа «Время публичной дипломатии». С Романом Силантием мы беседовали о деструктивных явлениях в нашей жизни, о том, как с ними бороться. Смотрите нашу программу на YouTube-канале фонда Горчакова. Спасибо, Роман. Благодарю вас. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин